Первый этап фестиваля пришелся на снежный март и был посвящен сильной половине семьи – мальчикам и папам. А вот в апреле настало время прекрасных дам. Этап девочки вперед собрал 14 пар. Вместе с детьми они пришли в клуб «Альфа», чтобы поучаствовать в трех состязаниях. Самый замечательный конкурс – семейный Новоураль, который проводит детско-юношеский центр уже не первый год. И с каждым годом количество семей, которые участвуют в этом конкурсе, у нас увеличивается, увеличивается. Это очень замечательно и очень отрадно. Я уверена, что и на следующий год количество семей у нас еще увеличится. Основные критерии – это, конечно же, желание быть вместе, желание проводить время вместе, желание поддерживать друг друга и умение поддерживать друг друга. А в основном – артистичность и хорошее настроение. Безусловно, это такой пример семейственности. То есть это очень важно. Мне нравится, что каждый год у нас количество семей таких увеличивается, участников. Очень приятно смотреть, приходить каждый раз и любоваться, что у нас такие семьи с детками, где-то новые участники, где-то у нас уже опытные. Но каждый раз, я надеюсь, что им это очень нравится. И каждый год могут даже пригласить своих знакомых, чтобы они тоже приняли участие. Молодые семьи проявили себя в интеллектуальной викторине, танцевальном мастер-классе и в изобразительном искусстве рисования на воде. Наша команда называется «Крутые бобры». Так как фамилия наша Бобровы, то тут спора по поводу названия не было. Мы крутые бобры всегда. Пока у папы выходной с семьей, вот мы решили воспользоваться этой возможностью и провести время все вместе. Потанцевать. Вот дочка хочет потанцевать, ждет, когда будет выступление с выходом. Поэтому ждем танцы сегодня. В эти выходные состоялся третий, заключительный этап фестиваля «Семейный Новоуральск». Традиционно семьи участники собрались в зале Дома культуры «Новоуральский», чтобы сойтись в решающем состязании. Здесь очень много положительных эмоций получаешь ежегодно и на каждом этапе. Как правило, итоги подводятся на Дни молодежи в июне месяце. Хорошо, что сейчас мы все вместе собираемся публично, очно поговорить, поделиться опытом семейного строительства. А жюри оценить, как это все происходит. И основа всех этих мероприятий, основа, это, конечно, семья, это ячейка общества, это счастье. Семьи поучаствовали в интеллектуальном испытании. После восьми точилок для ума участники разбились на команды детей и взрослых, чтобы в рамках «Одиссея и разума» изобрести летательные аппараты и устроить батл. По итогам фестиваля на третьем месте оказалась семья Глазуновых. Вторыми стали Бобровы, а победителями были признаны Цибульские. Мы заняли первое место в прошлом году. Решающее было здесь как раз. После этого мы участвовали, получается, уже на всероссийском конкурсе в этом году. Представляли наш город. Чуть-чуть не получилось шестое место. Мне больше всего нравится бегать и пробить, потому что я такой... Спортивный. Ждем приятного времяпрепровождения с семьей. Вообще, очень возможности такие открываются, приятные, то, что дети взрослые, ну и хорошее настроение. Предыдущие этапы пришли очень хорошо, весело, интересно. Мы очень довольны и благодарны такой возможностью участвовать в таком хорошем, интересном конкурсе. «Одиссея и разума» стала отличной возможностью необычное, весело и по-домашнему тепло провести субботний день за пределами родного дома. А яркие эмоции и подарки от спонсоров фестиваля стали приятным дополнением к времени, проведенному с семьей. Валерия Конева, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.